Девушки отдыхают 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 Ну, то есть, никто у нас никуда не торопится. Ну, так, а это что? Розетки. Да я вижу, что розетки. А почему она так низкая? Стандарт. Да мне плевать на твой стандарт. Сделать выше вот здесь. Игорь Леонидович, ну вы же сами утверждали проект. А мужикам что теперь, штробить, а потом шпаклевать снова? Значит, мужикам штробить и шпаклевать. А ты перестань мне тыкать своим проектом. Я ничего в твоих бумажках не понимаю. Я заказчик. И здесь я вижу. Значит, сделать вот здесь. Понятно? Хорошо, хорошо. Ну, вам же самому будет неудобно. Ну, что вы. Ладно, все сделаем. Так, показывайте дальше. Ну, что у нас еще? Выход на террасу второго этажа. Угу. Тоже еще не сделали. Здесь перил нет. Так, а это что? Кафель не сходится? Рисунок сложный. Не успеваем. Что здесь сложного? Сережа, я тебе все чертежи оставляла. Да какие чертежи? Там все неправильно. Мы начинаем класть, а она не сходится. Это у тебя в голове ничего не сходится. Нужно не с центра, а с края класть, как положено. Что значит, как положено? Я что, 20 лет в строительстве не знаю, как класть? Ты меня учить будем? Значит так, замолчали оба. Значит, надо было сидеть здесь и пальцем этим обезьяном показывать. Переделаешь. Хорошо, Игорь Иванович. Ладно, я поехал. Игорь Леонидович, извините, а что насчет денег? Вы обещали сегодня? А да, зарплата. Ребята ждут. Какие деньги? Вы сначала сделаете все, как положено. Да завтра все доделаю, обещаю. Значит, и деньги завтра. А как завтра? Нет, я завтра вообще никак не могу. Ну, значит, на следующей неделе поможете. Я же не буду сюда два раза ездить. Подождите, давайте, может, тогда завтра с утра, пожалуйста. Ладно, в 10. Спасибо, до свидания. Ну что, ну тут, всю ночь впахивать? Слушай, а как будто ты хочешь сказать, что ты сам все это будешь делать, да? Сереж, я тебя очень прошу, скажи, пожалуйста, своим рабочим, чтобы они плитку эту клали только по моим чертежам. Хорошо? Хорошо. Все, давай, до завтра, пошла. Армен! Чего? Я тебе сейчас руки поотрываю. Алло? Да, Анют, еду. Что? Все хорошо, давай. Давай, ага, пока. Здрасте. Извините, пожалуйста, на работе задержали. А жена не могла забрать? А у нас нету жены. Пока нет. В смысле? Не слушайте вы ее. Я постараюсь, чтобы больше такое не происходило. Ну, подождите. У нас послезавтра выездная экскурсия. В школе нужно быть в десять. Вас предупреждали. Да, ну, спасибо. Спасибо, что напомнили. До свидания, извините еще раз. До свидания. Пойдем. До свидания. Ты где ходишь? Я из загорода еду, и то быстрее тебя добралась. Да у меня машина не завелась, который раз уже. Ваня там что-то подкручивает, а она сразу заводится. А я не знаю, что там, где и как. Ну, и такси вызвала и, конечно же, попала в пробку. Бывает. Ань, как, не идет? Да, очень круто. Мне тоже нравится. Отлично. Так, ой, подожди, подожди, Анют, смотри. Ну? Тебя тут тоже кое-что ждет. Девушка, несите. Спасибо большое. Пожалуйста. Держи. Вот здесь впереди, а я вот так сделаю. Ну, как тебе? Ну, чего ты? Ничего. А я говорю, продолжать свежку работнички. Да ладно, зная, какие вы там профи, Слана, а не заметите. Ничего. Это сейчас ничего, а потом обязательно что-нибудь будет. Короче, вы заказ получили? Получили. Вот и ходите за ней, как приклеены. Я нюхом чую, эта зараза с кем-то мутит. Ясно. Ну, вот и хорошо. Ну, и как будем делить заметное место у входа? Ну, вообще-то мы первые приехали. Вообще-то одновременно. Даме уступали. Ну, вроде все. Сейчас тут поправим, чтобы красиво. Ой. Ой, Ань. Какое красивое. Я тоже такое хочу. Нравится? Да. Туда, пожалуйста. А где папа? Не знаю. Ваня, Ваня, Ваня. Вань, ты чего? Жениху заранее нельзя видеть невесту в свадебном платье. А мне можно? Тебе-то нужно. Всем же известно, Вань, что это плохая примета. Боря. Привет. Привет. Да, кстати, познакомьтесь, это Иван, Жених Ани, а это Боря. Борис. Приятно. Слушайте, а вы долго еще здесь? Думаю, на час минимум подождешь? Конечно. Ну, все, тогда болтайте. Поздравляю. Ну, да. Рано еще, правда. Спасибо. Слушай, а если нам час еще тут зашиваться, может, поможешь в одном деле? Давай. В каком? Анькину машину перегнать. Без проблем. Отлично, я заключен. Тебя снова побрут, я сам. А, ну, да, я на выход. Может, вот сюда убрать мне немножко, вот, хорошо? Здрасте. Здрасте. Ань, познакомься. Это тот самый Боря, про которого я тебе говорила. Понятно. Борис. Ань, очень приятно. Очень приятно. Леночка, мы с Иваном отъедем, заберем Анину машину. Хорошо. Ключи от машины дадите. Какое счастье, спасибо большое. Вот, пожалуйста. Вам очень идет, честное слово. Спасибо. Пока. Ну, ничего, он у тебя такой симпатичный. Да, он такой. Все в последний момент. Все бегом-бегом. Настроения никакого. Слушай, мне уже ничего не хочется. Я вообще вот это платье хотела. Ну, Ваньке даже сказать не решилась, потому что дорого очень. Да и Ване, по-моему, не в восторге. Столько денег, нервов. Он же вообще хотел очень тихо расписаться и, ну, все. Ань, ну, ты чего? Это такое событие раз в жизни. Ну, это у меня в первый раз, а у него-то второй. Ань. Обжегся уже один раз. Ань, ну, ничего страшного. У него второй раз. У тебя же, у тебя же в первый. Анюта, ну, посмотри, какая ты красивая. Ну, если все сделает, то, ну, ничего. Я тебе обещаю, у тебя будет самая лучшая свадьба на свете. А зачем столько денег? Наверное, собирайте мне шубку купить. Ну, какую еще шубку? Ну, как, какую в магазине шубу? Наталья, какие магазины? Я завтра на стройку еду. А ты знаешь, сколько денег уходит? А ты тут со своей шубкой. Ты еще год назад обещал, что стройка твоя закончится. А ты думаешь, я сам не хочу переехать? Хотя бы для того, чтобы братца твоего тут каждый день не видеть. А что нам мешает моему братцу купить квартиру? А нам ничего не мешает купить квартиру кому угодно. Например, твоему хахалю. Я у тебя ангел, а не жена. Слушай, ангел, если твой Юрка работу не найдет, я его из дома вышвырну. И тебя вместе с ним. Слушай, ну что ты развел ты опять? Может, хватит купил письмо? Ура! Что ты размудрилась-то? Опять ты что-то выгибла? Там за снайпер пустая. Где? Он сказал, что он тебя из дома выгнется, если ты работы не будешь. Ага. Как мне вообще-то полное приставило? Ну и брось его. Черт. Леночки. Чего? Что случилось? Да ну этот Щукин. Клиент такой тяжелый, не могу. Я знаю, я тебя предупреждал. Помню я. Просто денег обещал заплатить и не заплатил. Представляешь? Слушай, ну Юрий, конечно, дотошный. И не очень приятный человек. Но деньги он всегда платит. Ну, хочешь, поговорю с ним. Не, не надо. Со своими рабочими моментами я как-нибудь сама разберусь. Просто я подарок хотела нормально купить с ребятам на свадьбу. Леночка, если что-то касается денег, ты всегда смело можешь обратиться ко мне. Ну, хочешь, тем более помнится, что подарок, вроде бы как, общий должен быть. Боря, денег я с тебя не возьму, потому что порядочная девушка берет деньги только у мужа. Вот как? Да. Ленка. Что? Выходи за меня замуж. Боря, ты что, мне предложение делаешь? Считай, что да. Извини, как-то не романтично, конечно, получилось. С кольцом не подготовился, но... Ну вот, отложи пока. Щукина моя как-нибудь сама эту проблему решу заплатить же. Не денется никуда. А вот про колечко я запомнила. Тогда за нас. Спасибо. Доченька. Мам, привет. Господи, боже мой. Мам, да ты чего? Так, вот этого не надо. А то я тоже сейчас плакать начну. Эх, плакать собралась. Радоваться надо, а ты... Ну, а что это я в самом деле? Ты ужинать будешь? А, нет, меня Ванька попарнила. Здрасте. Последний день, можно сказать, в родительском доме и не поужинать. Мать вам, любимый твой борщ приготовила. Меня голодом молило. Все тебя ждали. Так, ладно. А то завтра все равно спокойно не поем. Это правильно. Это правильно. Давай-ка накрывай на стол. Столпились, как в бочке. Давай, иди, приготовь что-нибудь там. Ань. Ну? Скажи мне. Ну ты как? Счастлива? Ну, наверное. Не понимаешь, если честно. А, ничего. У тебя вся жизнь впереди. Здравствуйте. А где Аня? Господи, давайте ее будить. Время, вы видели? Аня! Аня! Аня, давай! Давай, давай, давай! Я пошли уже! А ну Соня, у тебя, у тебя! Стучи! Аня! Аня! Ну давай, стучи! А-а-а-а! Поздравляем! Поздравляем! Чего ты так, Соня? Да перестань, хорошо она выглядит! Хорошо ты выглядишь. Пойдем, мы тебе сейчас накрасим, прическу сделаем. Вообще, будет самая красивая у нас. Девочки, а где Лена? А у нее завалов на работе, она только к ЗАГСу приедет. А что, мусор вывезти не судьба, как на помойку приезжают. Вы же сами просили экономить. Мы берем на большую машину, вывезем. Ну, а то, что вчера просили, сделали. Посмотрим. Только гляди, чтобы твои бойцы ничего не уронили. Знаешь, сколько за эту плитку уплачено? И сколько кое-кто на ней наварился. Игорь Леонидович, если вы меня имеете в виду, то я вам могу показать все счета, они мне вводили папки. А то я не знаю, как с поставщиком насчет товарных накладных договариваться. Ладно, каждый зарабатывает как может. Игорь Леонидович, как видите, лестницу мы уже вывели. Осталось установить только перила. Но я предлагаю это сделать после того, как будет закончен ремонт во всех комнатах. Мы уже завезли мебель в кабинет. А вот там практически готова ваша спальня. Что ж, спальню посмотрим. Пойдемте, все покажу, все объясню. Так, вот. Вот спальня. Все по утвержденному плану. Мебель мы уже закупили. Осталось только все расставить. Вот три варианта, смотрите. Какой вам больше нравится? Что? Игорь Леонидович, нам нужно установить мебель. Без ваших рекомендаций я это не сделаю. Дам тебе рекомендации. Когда всю отделку закончите. Ладно, я поняла. Ну, тогда все. Боже, извините, мне нужно ехать. Что? Насчет денег вы обещали. То есть, вам всем нужны деньги? Ну, я… Так, иди отсюда. И другим скажи, чтоб сюда не заходили. Я все понял, да. Конечно. Игорь Леонидович, что вы делаете? Ничего. Мы же в спальне. Пытаюсь, так сказать, прочувствовать атмосферу. А то, как я тебе проект утвержу. Если сам все не прочувствую. Так, так, Игорь Леонидович, что вы делаете? Подожди, подожди. Ты что, приличная? Да. Цветы, шампанское, бриллианты. Ничего страшного, что я встречаюсь с Борисом. Леночка. Что? Ничего. Да. Да. Борис же мой партнер. И что? А то, что у нас все общее. Правда. И фирма. Ого. И бизнес. И бабы. Игорь Леонидович, что делаете? Ему не будет говорить. Игорь Леонидович! Игорь Леонидович! Игорь Леонидович! Михалыч, там хозяинец, дизайнер же. Да знаю. Так он сказал не беспокоить. Понятное дело. Иди давай, работай. Ага. Хорошо. Ну что, есть? Ага. Ну вот. Другой разговор. Ага. Нормально. Лена! Иди посмотри. Ага. Что? Ну вот видишь? Да молодцы, можете когда хотите. Ага. И хотим, когда можем. Да. Ну что, хозяин-то денег дал? Да. Куда денется, гад? А че так? Да ничего, убивать таких. Мало, ладно, я пошла. Иди раствор готовь. Ага. Петруш, ты это, дверенька, сколько будет? Игорь Леонидович, мы там плитку... Вас... Так, все мы с дома выйдем, собраться во дворе, никто никуда не уходит. К чему? Бегом! Алло. Полиция? И зачем к нам пришел? За невестой. Правильно. А у родителей ее что, просил? Руки, конечно. Молодец, сиди. Сиди, смелее. Держи. А что делать нужно? Отгадывай, чья ручка-то? Чья? Не ее. Ну как не ее? Ну так. Ну а вот эта? Ну точно ее, говорю ее. Нет. Я руку любимой женщины всегда узнаю. Ладно, я предлагаю не мучить его больше. Все. Открывай глаза. Та-да-да! Вадим, букет. Та-да! 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 Вот дать всех собрать в отделение, допросить, проверить документы, никого не отпускать. Я на звонке, понял? Да. Так, возьми бригадира, то есть протокол подпишет. Давайте отойдем в стороночку. Внимательно прочитайте. Слушай, ну все кивают на какую-то бабу. Леной зовут. Фамилии никто не знает. Дизайнер. Ну, по ее проекту все здесь делается. По описаниям красивая, высоковстроенная блондинка. Лет двадцати, восьми, тридцати. Может они сговорились? Всего лет дизайнерша. Не похоже. Я по объекту-то помотался с ними. Сверил показания, кто где находился. Они были друг у друга на виду. Да и труп обнаружили двое. Бригадира и еще один работяга. А зачем дизайнерша убивать заказчика? Он обещал ей деньги сегодня привезти. Она очень нервничала по поводу денег. Еще двое говорят, что он к ней приставал как раз в той комнате, где обнаружен труп. При нем деньги-то были какие-то? Нет, только мелочь в карманах. А в площадке ничего не пропадало? Говорят, нет. Бригадир, когда труп обнаружили, всех выгнал во двор. Так что до нашего приезда тут вроде как никто ничего не трогал. Сознательные. Чудеса сообразительные. Кстати, телефон ее узнал? А как же. Вот. Зарегистрирована некую Макееву Елену Александровну. Тысяча девятьсот... Нет, не важно. Значит так, нужно отследить ее по телефону. И брать, пока теплая. Подожди, давай-ка из машины позвоним. Она на город поехала. И вашу подпись. Вот сюда вот вниз. Вот ручка. Звезда моя. Спасибо. Пойдем. Кого, кого ищешь? Ленку. Так она внутри может быть. Пойдем, пойдем, пойдем. Привет. Здорово. Привет. Давайте, бегом. Борь, двадцать минут осталось до начала регистрации. Ленечка, мы еще и цветы успеем купить. Не переживай. Ой, надеюсь. Анька звонит. Алло. А нет, не переживай. Мы это, все успеем, уже подъезжаем. Давай. Давай сюда. Ага. Да. Мы подъехали уже. Пока не видно. Ну, судя по сигналу, где-то здесь. Точнее. Точнее не получится. Радиус пятьдесят метров. Слушай, дай-ка мне ее номер. Ой, слушай, опять Анька звонит, наверное. Не, какой-то незнакомый номер, потом перезвоню. Сбросила. Значит так, передавай, чтоб смотрели по сторонам, у кого звонит телефон. Смотрите внимательно, кто сейчас снимет трубку. Смотрите внимательно. Повторяю, кто сейчас снимет трубку, смотрю внимательно. Давай, пройди. Все немецы кому-то. Алло. Макеева Елена Александровна? Да. А где вы сейчас находите? Мы ждем здесь уже по скопу. А вы кто такой? Что вам нужно? Я при встрече все объясню. Вы что, с ума сошли? Больше не звоните сюда, пожалуйста. Так ты где вот его? Конкретно где? Черный Бумер. Задерживаем машину. Задерживаем черный БМВ. Номер Е012КХ. Вообще. Кто это? Поехали. Уходим. Все в голове из машины. Тише. Выходим. Что делаете? Макеева Елена Александровна… Да, что происходит? Мы опаздываем. Вы можете никуда не спешить. Вы будете доставлены для допроса в связи с убийством Щукина Игоря Леонидовича. Щукина? Его убили? А вы знакомы? Да, он мой партнер по бизнесу. А что происходит? Ребят, что розыгрыш какой? Это вы нам будете объяснять. С нами поедете. Проверь у него документы. Есть. Что происходит? Борь. Я сам. А где ваша машина? Дома припаркованная. Что? А вы проживаете по прописке? Да. Значит так. Возьмешь пару человек и произведешь обыск в машине. Полегче так. Так, садитесь в машину. Поехали. Куда? Поедем на вашей машине. Я объясню. Садитесь. Садитесь в машину. Поехали. Боря. Прошу совместными подписями скрепить ваше соглашение стать мужем и женой. Прошу вас, жених. Прошу вас, невеста. Жених и невеста обмениваются кольцами. Алло. Алло. Алло, Аня. Это Борис. Слушай, Лену арестовали за убийство Игоря Щукина. Да это просто бред какой-то. Недоразумение. Слушай, ну у нас, наверное, не получится сегодня приехать. Мы в РВД. Что, Борь, что? Я не понимаю ничего. В каком РВД? Я что, непонятного вам сказал? Здесь не положено разговаривать. Нет, я не могу больше говорить. Все, давай. Ленку арестовали за убийство. Ну что, красивые, поехали кататься. Ваня, поехали. Сейчас. Да. Держи. Ребята, вы куда? Дорогие гости, поднимайтесь в ресторан. Мы скоро вернемся. В ресторан? В ресторан, в ресторан. Когда вы вернетесь, ребят? И что это было? Важаем, готовим. Важаем, готовим. Может, все, и все. Вы не подскажете, который час? Ну, это не будем торопиться. Мы пообщаемся. Я сейчас все запишу на диктофон, а потом я все внесу в протокол. Хорошо. Это надолго можно? А в каких вы были отношениях со Щукиным? Как в каких? Он заказчик. Я делала проект. Сопровождала на этапе строительных работ. Значит, получается, чисто в деловых отношениях. Конечно. А у меня есть показания рабочих, Рапетяна и Бушкова, что они застали вас в довольно пикантной ситуации. Вы знаете, я могу вам сказать одно, что это неправда. Единственное, он приставал ко мне сегодня, но я дала ему четко понять, чтобы этого больше не повторилось. Все. А он часто к нам приставал? Нет, это было единственный раз. Я была в шоке. В шоке. Ну да, этот Щукин, он такая скотина, денег платить не хотел. Ну как не хотел, он задержал. У нас были кое-какие недоделки, мы их исправили, и он обещал сегодня со всеми рассчитаться. Так он рассчитался с вами? Да. А он рассчитался только с вами или с рабочими тоже? Откуда я знаю, я уехала. Хотя, когда он со мной рассчитывался, я видела, у него в барсетке было две или три пачки денег. Я предполагаю, что это зарплата рабочим. Значит, у него были деньги. Да, а вообще, к чему вы все это клоните? Да. Секунду. Найдено в ее машине. Отпечатков нет. Угу, в свободе. Что это? Зачем? Это обнаружили в вашей машине. Вы что, шутите? Этого не может быть. Вот протокол и подпись свидетелей. О, но это, это не мое, что вообще это все значит? Я полагаю, это орудие убийства. Боря, что происходит? Да я сам не понимаю, нас арестовали уже в угадке. Каких-то бандитов. Лену на допрос повели. Я сказал, сядь на место. А вы успокойтесь, гражданка. Здесь вам не положено. Что происходит, я вас спрашиваю? За что вы их арестовали? Я требую, чтобы вы дали мне поговорить с моей лучшей подругой. Жених, ну ты хоть успокой ее. Сейчас успокоят, послушайте, пожалуйста. Ты что творишь-то? Послушайте, мы просто хотим выяснить, почему нашего друга и нашу подругу Елену Макееву задержали. Где надо, там и разберутся. А вы идите и не мешайте работать. Я никуда отсюда не пойду, понятно? Пока вы не разберетесь. Хотите меня тоже посадите. Так, граждане, освободите помещение. Пожалуйста. Я все узнаю, а вы пока подождете там, где положено. Спасибо. Сказать, что вы попали в неприятную ситуацию, это не сказать ничего. Сейчас вы можете дать признательные показания. Я даже готов оформить явку с повинной, что существенно может повлиять на решение суда. К вам Щукин приставал, вы защищали все свидетельские показания. Вы это не отрицаете. Я не убивала этого Щукина. Я его не убивала. Я не знаю, что происходит. Я не делала этого. Хорошо. На сегодня, значит, мы закончили. Ну, кто меня спрашивал? Вы следователь? Да. Вы должны разобраться и отпустить Лену Макееву. И мы будем здесь ждать, пока вы ее не отпустите. Вы, конечно, можете ее ждать, только не здесь, а в СИЗО. Что? Я ее задержал. Подождите, подождите, как же так? Как же так? А ее можно увидеть? Нет, потому что вы ей никто. Я ее лучшая подруга. Так, если вы будете шуметь, я заведу на вас административное дело. Так что, езжайте домой. Вас гости ждут. Поздравляю с бракосочетанием. И все. До свидания. Все, все, все. Дежурный, это война допрос. Пойдемте с нами. Владимир Петрович. Пойдемте, пойдемте. Не успели мы даже и выпить, как уже появился наш жених. Так давайте спросим у него, а где же наша невеста? Костя, спасибо. Дорогие гости, мы не сможем с Анечкой быть, но были бы очень счастливы, если бы вы отметили сегодняшние события без нас. Извините, спасибо. Костя, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто не заметил нашего отсутствия, ладно? Иван, что происходит? Лену арестовали. Лену? Да. Арестовали за что? Пока ничего не ясно. Вы оставайтесь, пожалуйста, с гостями, ладно? И позаботьтесь о них. Аньку я домой отвезу. Папа, я хочу к Ане. Поехали. Все, пока. Пока. Продолжение следует... Иди, Аня, успокаивай уже. Так, иди разденься. Ань, успокойся, Ань. Да не могу я успокоиться, Ваня. Ты не понимаешь, что Лена в беде, и кроме нас ей никто не поможет. Есть полиция, есть следователи. Да? А ты не помнишь, как со мной было, да? То есть... То есть ты помогать не хочешь? А чем я могу ей помочь? Ань, хорошо, я съезжу туда, послушай. Я съезжу туда, посмотрю, поговорю с рабочими, может, выясню что-то. Ты правда съездишь? Да. Вань, подожди, я тогда переоденусь и с тобой. Нет, ты останешься с Аней дома, хорошо? А я поеду один. Как поселок назывался? Рахманова, ну я не помню, номер дома, я не помню. Найду. Вань, подожди. У Елены Александровны оружие было? Какое оружие? Зачем? Вот это вы видели когда-нибудь? Это похоже на пистолет Щукина, постоянно с собой такой таскал. Не знаю, незаконно, наверное, но теперь-то уж все равно. А что? А у него были основания чего-то опасаться? Нет, оснований вроде не было. Бизнес у нас чистый. Так, оружие любил, наверное. Интересный поворот получается. Елена Александровна отобрала пистолет у Щукина. Вам самому не смешно? Но как она могла это сделать? Вы ее видели? Ладно, разберемся. Вы-то сами во время убийства где были? А то есть меня тоже подозревают. Хотя понимаю, конечно, это ваша работа. А в какое время убили Щукина? Около одиннадцати утра. Около одиннадцати. Я был в автосервисе, менял помпу без насоса. Менеджер может подтвердить, да вот у меня и квитанция есть. Уважаемый, а не подскажете, где у вас тут новый строящийся дом большой? Это вам направо, вот по этой дороже. Спасибо большое. Пожалуйста. Около все. Уê.. КОНЕЦ Тетя Лена хорошая, надо пойти в полицию и все рассказать Анечка, мы ходили, они нам не верят. Давай я тебе чаю налью Значит, надо найти других, кто нам поверит. У тебя есть знакомые в полиции? Точно. Держи осторожно, горячее. Сейчас, сейчас мы ему позвоним Алло, алло, Андрей Григорьевич, здравствуйте, это Аня Василькова, вы меня помните? Здрасьте Ну здрасьте, еще раз. Так что вас там опять стряслось? Мою подругу Лену Макееву, вы должны ее помнить, арестовали за убийство, но она не убивала Ну вы даете. Ты что, заразна? Послушайте, мне не до шуток совсем, Андрей Григорьевич Ладно, кого она там не убивала? Она дизайнер, убили ее заказчика, прямо на стройке Там было кучу народу, но арестовали только ее Ну для начала, из следствия я ушел, я теперь адвокат Вы адвокат? Так тогда вы точно можете помочь? Не торопитесь, надо вначале с материалом дела ознакомиться И потом, извините, я при всем желании бесплатно работать не могу Я, конечно, не самый дорогой адвокат, но все... Вы не беспокойтесь, ульяный жених очень обеспеченный человек, бизнесмен Ой, чего втянешь ты меня в историю? Ну ладно, поговори с этим женихом Есть еще что мне надо знать? Да я сама ничего не знаю, но я знаю одно, она не убивала Ясно, ладно, тогда до созвона Извини, у меня гости, пока Ань, садись в машину КОНЕЦ ООН Субтитры сделал DimaTorzok Три двадцать четыре DimaTorzok Три двадцать четыре DimaTorzok КОНЕЦ У вас минута, не больше. Да-да, спасибо. Леонечка, родная. Боря. Держись, я прошу тебя. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? Хорошо, Боря. Я сегодня же найду лучшего адвоката, я обещаю тебе. Боря, скажи, все так плохо? Забери меня отсюда, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Помоги мне. Успокойся, только не плачу. Прошу тебя. Успокойся, успокойся. Хорошо. Скажи, неужели... Мне самому хреново. Плохо все так? Плохо, да? А? Скажи мне, что такое? Почему? Почему я здесь? Почему? Что случилось? Тут Аня приезжала с Ваней. Ага, я знаю. Представляешь, примчалась сюда, прям в свадебном платье. Такая сумасшедшая. Рвалась к тебе, ее не пустили. Боря. Все, на выход. Как на выход? Все, выходим. Подождите. Выходим, выходим. Подождите, еще минута не прошла, пожалуйста. Пойдемте, все, пойдемте. Боря, помоги мне. Я тебя тут не оставлю, я бегаю. Я не могу больше здесь, Боря, я не могу больше здесь. Боря! Налево. Что за адвокат? Горохов, который мое дело вел, следователь, он теперь адвокат, и он обещал помочь. Замечательно, до завтра это не могло подождать? Вань, Лена в тюрьме, для нее каждый час пытка, ну неужели ты не понимаешь? Я многое могу понять, но я прихожу домой, а здесь никого нет. Я тебе звонила, ты забыл телефон, а Аню я взяла с собой. То есть я во всем виновата? Записку нельзя было оставить? Нет, я во всем виновата. Я во всем виновата, потому что мне не все равно, и потому что я хочу помочь лучшей подруге. А я хочу, чтобы ты не лезла туда, куда тебя не просят. Это не игрушки. А для меня это, по-твоему, игра? Может не игра, но ведешь ты себя как... Как кто? Как кто? Как дура, да? Прекрасно. Вот и поговорили. Я пошла спать. Угу. Прекрасно. Вот вам первая брачная ночь. Этот ваш Борис, ну что, по выходным работает? Ну, он сказал, что он созвал срочное совещание по поводу смерти Щукина. Вызвал всех сотрудников. Не понял. А при чем здесь Борис? Так Борис и Щукин, они же партнеры, совладельцы фирмы. А я разве не говорила? Нет. Интересное совпадение. И это Борис посоветовал Щукину заказать членный дизайн-проект. Ну, так сказать, по знакомству. Да, никогда не знаешь, чем наши добрые дела обернутся. Мне нужно срочно войти во все дела, чтобы ни один клиент не остался без внимания. Также необходимо составить список партнеров. Наверняка кто-то захочет присутствовать на похоронах. Я думаю, этим займешься ты, Ирочка. Договорились? Угу. Да, да. Ну что ж, все. Пока. Всем спасибо. Все свободны. Понятно. Спасибо. Наташа, скажи, мы можем перенести нашу встречу? Что, есть какие-то более важные дела? Короче, денег у Игоря дома нет. Наташа киндавала только на карманные расходы. Денег у нас ноль. Ребята, это не проблема. Я возьму на себе эти расходы. Борис Евгеньевич, к вам Василькова и Горохов. Пусть заходят. Привет. Привет. Вот тот самый адвокат Андрей Григорьевич Горохов. А что случилось, зачем адвокат? Линочка, ой, прости, пожалуйста. Наташа, это для Лены. А эта девка, значит, моего мужа убила. Да пошел ты. Прошу, присаживайтесь. Это супруга Щукина. А мужчина, что с ней был? Ее брат, Юра. Еще раз спросите, понимаете, в каком все состоянии. Андрей Григорьевич, ну, что вы думаете по нашему делу? Ну, пока ничего. Ну, для начала нужно заключить договор с Леной. Или с ее представителем. После этого я смогу получить доступ к материалам дела и встретиться с Леной. Ну, в суде буду настаивать о помещении под домашний арест. Ну, или о освобождении под залог. Но в ее случае это минимум 500 тысяч. А судья может назначить и больше. У вас есть возможность выделить такие деньги? Андрей Григорьевич, самое главное, чтобы у вас все получилось. Потому что Лена, она тюрьмы не выдержит, поймите. Давайте так договоримся. Если у вас получится, тогда и будем говорить о вашем гонораре. Еще раз спросите вот за все вот это. Да ничего, ее можно понять. Кстати, мне надо будет с ней встретиться попозже. Адресок не дадите? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебя ненавижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем ты туда поехала? Она с кем-то встречается в гостинице «Зелёный бор». Да откуда я знаю, с кем? Слушай, ну это как минимум странно. Если у тебя вчера убили мужа, а сегодня ты едешь за город в какую-то гостиницу, где обычно встречаются влюблённые парочки. Да, я знаю, для чего нужны такие гостиницы. Поняла. Да, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Только что к вам моя подруга зашла, Наташа Щукина. Скажите, в каком она номере? Щукина? Угу. Ну, может, она к кому-то приехала, мне под свою фамилию и номер зарегистрировала. Девушка, если это ваша подруга, позвоните на мобильный. Мы не можем разглашать сведения о наших клиентах. Ой, кажется, ей телефон, ей телефон забыла. А если так? Если так, я вызову охрану. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Вас беспокоит с рецепшеном. Вами только что интересовались. Господи, она машину фотографирует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто вы такая? Зачем за мной следите? Я подруга Лены Макеевой. Она не убивала вашего мужа, и я хочу выяснить правду. А я здесь при чем? Какая связь? Вы меня извините, но эта гостиница похожа на место для свидания. И, на мой взгляд, это очень странно. С кем мы встречались? Какое ваше дело? Когда же все это кончится? Сначала муж меня преследовал, теперь вы начинаете, да? И, может быть, вы считаете, что это я мужа убила? Зачем? Ну, мало ли, из-за денег. По контракту ничего не полагалось. И вообще, мне самой угрожают. Кто вам угрожает? Не важно. Наташа! Из-за вас у меня будут проблемы. Наташа, подождите! Подождите! Не следите меня преследовать, я в полицию позвоню. Господи! Господи! Ура! Что случилось? Все в порядке? Напальник! Телефон! У него мой телефон! Ключи где? Ключи, где твои? КОНЕЦ 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 Все, приехали. Не догоним. Ваня, как ты тут оказался? Как я тут оказался? Потому что я был уверен, что опять во что-то полезешь и опять вляпаешься. А если бы не успел? Я его по ноге ударила, как ты меня учил. Ой, господи, какая же ты. Папа, Ваня, прости меня. Я подумаю. Ваня, надо ехать к этой Наташе. Она говорила, что ей угрожают, надо поговорить с ней. Ты неисправима. Ваня. Мы сначала едем в школу за Аней, а потом домой. Здрасьте. Здрасьте. Э, мужчина, вы куда? Как куда? За дочкой. Да поздно уже. Все разошлись. Да погодите, они же на экскурсию ездили. Аня Гарина, как разошлись? Может она сама домой пошла? Это вряд ли. Учительница бы ее одну не отпустила. С этим она строго. А где же она есть? Так, стоп, подождите. А это, телефоны есть у вас? Это Марья Сергеевна. Держите. Алло. Алло. Здрасьте, Марья Сергеевна. Это Иван Гарин. Я вот за дочкой приехал и… Что? Кто забрал? Как? Ну чего не понимаю, Оля же должна быть в Новосибирске. Она тебе что-то говорила? Ничего не говорила. Я даже телефона ее не знал. Лучше б делала то, что я прошу, а не трепала мне нервы. Знаешь что, Ваня? Что? Да. Аня с тобой? Ну а что, сразу нельзя было позвонить, предупредить? Вы где? Это Оля? Да. И Аня с ней, да? Да. Ну вот видишь? Вижу, что одна идиотка по городу бегает и неприятности ищет. А другая ребенка забирает и предупредить не может. Я уехал. Анюточка, ну ты расскажи, как вы тут вообще живете? Хорошо живем. А мы с Сережей не перевезли? Так хотела братика увидеть. Он пока еще совсем маленький. Мы его с ней не оставили. Вот чуть-чуть подрастет, приедешь к нам в гости, хорошо? Там и увидишь. Папа! Ну что такое происходит? Предупредить нельзя было? Вообще откуда узнала ты, где она есть? Как это? Откуда? Я с ребенком связь поддерживаю. Она мне в телефоне по интернету пишет. Это ты мне лучше скажи, почему ты за ребенком не приехал? Я приехал. Приехал? Приехал. Папа! Что? Ну, мы вообще-то в городе проездом. В отпуск едем. Хотели Анюту с собой взять, на недельку отдохнуть. Тем более у вас здесь какие-то неприятности. В Париже Анютка еще не была, а твоя доверенность еще действует. О таких вещах вообще-то заранее предупреждают. У нее школа. Куда она поедет? Но все равно скоро каникулы. Ну что здесь такого, если ребенок недельку с мамой проведет? Ты сама что хочешь? С мамой поехать. Папа, ты не волнуйся. Я через неделю вернусь. Ладно. Хорошо. Господи, Ань. Ну куда ты опять пропал, а? Я же взвелся весь. На телефоны не дозвонился за тебя. А вдруг опять напал кто-то? А меня рядом нет. Вань, прости меня, пожалуйста. Я обещаю, я за тебя больше ни шагу не сделаю. Не бежай сильно, ладно? Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Суть кодатайства понятна. Сторона защиты имеет возражения? Да, Ваша честь. Защита прежде всего просит определить несостоятельность решения средствия о привлечении моей клиентки в качестве подозреваемой. Суд в настоящее время рассматривает вопрос избрания меры пресечения. А не выясняет, виновна Ваша подзащитная или нет. Ваша честь, разве справедливо содержать под арестом человека подозрение, в отношении которого, ну, как минимум, сомнительно. Убийство ради наживы и за небольшой суммы денег. Ваша позиция понятна, господин Богат. У вас есть что-нибудь? Да, Ваша честь. Если позволите, следствие хотело бы приобщить к материалам дела справку из банка, в котором подозреваемая имеет расчетный счет. Протестую. Этот документ не был представлен нам ранее. Справку я забрал сегодня утром. Давайте не будем устраивать здесь цирк. Поясните. Через счет подозреваемой проходили достаточно крупные суммы. Договора с поставщиками строительных материалов. Подождите, но… Щукин сам говорил, что ему так будет удобно, чтобы не бегать по всем этим поставщикам. Он мне это сам все говорил. Вам слова не давали. Продолжайте. Следствие допускает, что подозреваемая могла свершить хищение этих средств, что явилось поводом для возникновения претензий у потерпевших. Да, она еще и воровка. Тишина. Справка приобщается к материалам дела. У защиты есть еще что сказать? Да, Ваша честь. Защита просит приобщить к материалам дела характеристику с места жительства. И с учетом отсутствия предыдущих судимостей избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Характеристика приобщается к материалам дела. Суд постановил избрать в отношении подозреваемой Макеевой Елены Александровны меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изолеторе. Ходатайство обвинения удовлетворить. Тишина. 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 Ленка. Я тебя вытащу, обещаю. Анютика, погоди. Андрей, я тебя вчера искал. Вчера еще был ее адвокатом, теперь уже нет. Чего хотел? Я был в доме, где произошла убийство. Что? Опять решил самоверенностью заняться. Пожалуйста, не начинай, ладна? Во-первых, я знаю как убийства попал на второй этаж, никем незамеченный, во-вторых, я нашел тайник и деньги. Мало ли кто их туда когда положил. Деньги в банковской упаковке. Свежим числом. Упаковки, говоришь? Угу. А еще Кенглени тоже упаковкой заплатил. Там охрана на объекте есть? Все, не знаю. Вчера была. Подожди минутку. Извините. Николай Петрович, можно вас задать минутку? Хорошо. Спасибо. Николай Петрович, я предлагаю сейчас съездить на место преступления и осмотреть его в моем присутствии. Такое же дело-то отстранили. Официально меня пока еще никто не отстранял. Ну и вы когда охрану с объекта снимаете? Сегодня. Отлично. Так давайте сейчас и съездим, пока там бомжи не обосновались. Но вам же будет легче, когда еще нового защитника назначат. А так вы со мной все осмотрели, к вам претензий никаких. Ладно. Все равно я собирался туда ехать. Даже интересно, зачем вам это нужно. Давайте через два часа нами ездить. Хорошо. На машине? Конечно. Поехали. Стоп. А ты домой. Домой, я сказал. Кто там? Наташа, здравствуйте. Это Аня, подруга Лены. Уходите. Что еще? Вчера, после нашей встречи, на меня напали. Может быть, вы считаете, что это я сделал? Ну не знаю. Может, мне лучше в полицию пойти? Послушайте, что вы меня пугаете? Я так себе места не нахожу. Может, вы объясните, что происходит, и мы как-то попытаемся вам помочь? Есть. Есть один человек, его зовут Ломакин. У мужа был фонд инвестиционный, который разорился, и все вкладчики деньги потеряли. Игорь, кстати, тоже очень много денег потерял. А у этого Ломакина мать все деньги вложила в этот фонд. А когда все это случилось, она убила инфаркт, что ли, инсульт, я не помню. Но Ломакин стал во всем обвинять Игоря. Он писал ему, звонил. Когда Игоря убили, он стал звонить мне, чтобы я вернула ему все эти письма. Я поехала. А тут вы. Он разозлился. И что, вы отдали ему все письма? Копии остались. Что вы хотите вообще от меня? Подругу вгораживаете, да? Лена никого не убивала. А этого Ломакина мы попытаемся найти. Вы бы не могли мне копии отдать. Подождите. Вы не против, если рабочие заберут свои вещи? Да нет, конечно. Инструменты можете забирать. А вы? А это со мной. Он помогает, если не возражаете. Не возражаю. Главное, чтоб не мешал. Отпустите. Так, двое здесь. Мусор собирайте. Остальные на первый этаж. Инструмент. Я буду на втором. Там, с левой стороны, леса. По ним можно в дом попасть. Николай Петрович, вот обратите внимание, по этим лесам преступник мог незаметно проникнуть в дом. А зачем мне незаметно проникать, если она уже была там? Ладно, давайте посмотрим. Заработягивали. Смотри пока. Смотри пока. Так, что у вас здесь происходит? А я здесь при чем? Что происходит? Отпусти. Ну и как это понимать? Да это наши деньги, понимаете? Ну, рядом с ним барсетка варялась. Я открыл, там деньги. Ну, зарплата вся наша. Я ее взял. Но он же все равно потом нам ее отдал. Он же для нас ее вез. Ну, я потом, конечно, деньги спрятал. Может, вы обыскивать будете? Ну, а потом полицию вызвал. Видите? Значит, Макеева деньги не забирала. А настоящий убийца мог незаметно залезть и незаметно вылезти. Ну да. А это еще ничего не доказывает. Макеева могла быть с ним в сговоре. Они Щукина убили, деньги у него на счету остались. А ему эти крохи. Товарищ следователь, да не было так. Ну, я же все из-за рабочих старался. У них семью, у меня тоже жрадей. Да разберемся. Так, грузите его в машину. Понятно. Поделение допрошу. Шевели ногами. Зря я тебя послушал. Только хуже все получилось. Да ладно, наоборот, хорошо. Следователь хочет поработать теперь. Ты что, не понимаешь, что ли? Уже теперь его колоть будет на соучастие. А эта 105-я, часть вторая. Вплоть до пожизненного. А ты что думаешь, Ленка его убила? С бригадиром вместе? Все указывай на нее. Как и в случае с Аней. Слушай, все, хватит, не напоминай. Вообще, это не мое теперь уже дело. Надоели вы меня все. Сам езжай, без тебя как-нибудь доберутся. Да ладно, перестань, медведя съедят. Поехали. Хватит, говорю тебе. Леночка. Спасибо, любезная. Мы вас позовем. Родная. Боря. Родная. Боря. Ну, хватит, хватит уже. Давайте их делаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Александрович. Боренька любезно попросил представлять ваши интересы в суде, и я согласился. Знаете, со своими клиентами я предельно откровенен. Дела ваши не очень. Ну, вы-то верите мне? Знаете, вера – это категория иррациональная. Я же привык разговаривать языком фактов. Ну, собственно говоря, так, как будут с вами разговаривать в суде. А факты ведь, они против вас. В смысле, что делать? А нужно сотрудничать со следствием. В смысле? Надо признать убийство в состоянии аффекта. Рабочие видели, как Щукин к вам приставал. Скажем так, он хотел вас изнасиловать. Вы испугались. Вы занервничали. Увидели пистолет и… Нет, но я этого не делала. А вы подумайте, что лучше – 15 или 3? Нет. Но это же совсем другая статья. Всего 3 года максимум. Я не делала этого. Я… Я этого не… Я этого не делала. Этого! Здорово. Здоровее видал. Чего за проблема? Да так, нужно одному человеку в СИЗО записочку передать. Сможешь? За бабки не вопрос. Чего за чувак? Это баба. Женские камеры вход есть? Найдем. Бабки давай. На. Созвонимся. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Думай, орать. Тебе тут с воли кое-что передать просили. Если не сделаешь, как говорят, в следующий раз я тебя убью по-настоящему. Че? Че я сделку? Ну, че я сделку говорю? Ну, че он натворил? Че, пьяный, ругался. Лечь не приставал. Че ругался-то? Не ругался я ничего. Заявление есть? Нет. Пусть проспится, утром отпустишь. Что, у тебя здесь гостиница, что ли? Да ладно тебе. Че, ты его сейчас отпустишься, а он натворит что-нибудь. Будет у тебя тогда и заявление, и потерпевший, не дай бог. Давай от пятой причины. Да, ну там этот по убийству. Ничего не тронет он его. Камеру. Ну, какую камеру? Смотри. А, обыскать. Да я уже потом поделюсь. Лады. А куда ты меня ведешь-то? Я говорю, отпусти. Какая камера-то? Все, все, все. Тихо тут. Здорово, бродяга. Все, как сидится, никак. Но ханить-то не обязательно. Семья-то твоя знает где-то? Нет. Позвонить не дали. На, вот, звони. Алло, Маша. Это я, Аха. Да нет. Нам в телефоне батарейка села. А ты не волнуйся, я сегодня на объекте останусь. Ну, работа в магаха. Сашка-то с Дашкой как там? Порвали? Да. Все, хорошо. Пора. Спасибо. Спасибо, много будет. Кое-что сделаешь для меня, то там и в расчете. Что сделать? Ты на допросе уже был? Нет еще. Следак решил тебя до утра промариновать. Мол, посидишь, подумаешь, это хорошо. Сейчас я тебе расскажу, что тебе нужно будет сказать. Кому сказать? Следователю сказать. Ты идиот, ты себя не строй. Если что-то не так пойдет, вот телефон твой с женой у меня есть. А Сашка с Дашкой это кто? Дед твой, да? Ваня. Вань. Ваня. 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 О, Господи. Это тебе. Спасибо. Боже, как приятно. Какая прелесть. Твой, пожалуйста, больше так не пугай, я тебя проснулась. Даже позвонить же тебе не могу. Это самый крутой телефон. Давай. Ванька, спасибо тебе большое. Вот это да. Любимый, ты самый лучший. Самый лучший. Самый лучший. Надо Буре позвонить. Нет, знаешь чего? Лучше, лучше давай поедем и все ему расскажем. Надо найти этого Ломакина. Может он нам поможет, он же деньги адвокату платит. Да и в конце концов, Ленка-то его девушка. Ну, наконец, поняла. Что? А то мы одни как угорелые бегаем и... Спасибо тебе большое. Круто. Все, поехали. А, хорошо. Ну, может, позавтракаем сначала? Ну, давай быстрее. Хорошо. И вы это сами видели? Сам. Когда Айропетян и Бушков поднялись, Щукин их прогнал. А потом я поднялся, ну, думал, может помочь нам надо или что. А Щукин уже схватил Макееву, прижал к себе вот так вот. И вдруг выстрел. Наверное, она нашла у Щукина пистолет и выстрелила. Вы сами раньше видели пистолет у Щукина? Я видел. Раз или два. А она вас видела? А, нет. Я спрятался. А потом она вниз спустилась, вела себя нервно, но ничего не сказала и быстро уехала. Ну, а я Бушкова взял, чтобы ни одному труп обнаружить. А потом вызвал полицию. А чего сразу-то не признались? Испугался. Думал, начнете крутить, расспрашивать. А ну, мне надо. Ну, и потом, деньги. Я же их взял, когда она его уже убила. Думал, найдете, отберете. Да я их так-то брал. Да. Слушай, а чего ты при всех-то за деньгами парис? Пришел бы потом, взял по-тихому. Может, там охрану поставили. Как бы я потом пришел? Ну, и дурак, охрану-то я снять собирался. Ладно, подписывай протокол. Давай-ка оттись отсюда. Все новицы тебе, соучастник. Никакой. Леночка дала признательные показания, как мы и договорились. Щукин на нее напал, пытался ее изнасиловать. Она выхватила у него пистолет, застрелила. Ну, а поначалу не призналась, потому что испугалась. В общем, это не страшно. Что значит не страшно? Она его не убивала, я не верю. Борь, ты обалдел? Ань, подожди, пожалуйста. Боренька, голубчик, избавьте меня от подобных самих. Вот здесь уже. Ребята, а может, до конца дослушаем, а? Дай сюда. Следующий. Здрасте. Так, нет, нет, сразу нет. Мы за консультацию уже заплатили. Слушаю вас. Лена дала признательные показания. Якобы Щукин хотел ее изнасиловать. Она сопротивлялась, защищалась, нашла пистолет, выстрелила. Грамотно. Во всяком случае, лучше, чем 105-я. Но она его не убивала. А кто? Ну, это надо выяснить. Вот, смотрите. Щукину угрожали. Следователь в курсе? Нет. А жена Щукина боится его. Ну, не следователя, а этого, Ломакина. И что? Нам больше некуда идти. Получается, ее могли заставить. Кто? Следователь? Ну, а ему-то это зачем? У него и так улик достаточно. Я думаю, что кто-то дал команду в СИЗО. Получается, что у вашей Лены есть очень серьезный враг. Анечка, водички не принесете. Там в коридоре кулер есть. Стаканчик, если можно. Да, конечно. Иван, Лену могут убить. Она просто повесится в камере от угрызения совести. И все, концы вводят. И для настоящего убийцы это будет гарантией, что его уже никто и никогда не найдет. Совсем больные, что ли? Одно дело припугнуть. А завалить, походу, слабо? Да не слабо. Только ты так с кондачка не делаешь. На это время нужно. А если она показания давать начнет? Что, если следак что-то нароет? Это дело надо закрывать. Только без меня как-нибудь, хорошо? Одно дело бы еще на зоне, а то в СИЗО девки на это не подпишутся. Все, извини. Привет. 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 Как ты работал? Нормально. Вань, слушай, я тут придумала, как этого Ломакина найти. Кого? Этого с письмами? Мы же пробовали уже. Ну, плохо пробовали. Ждешь кого? Нет. Ты знаешь, Ваня, о разделенке я согласен. О, Борь, привет. Так чего вы стоите в дверях? Проходите. Анечка, чайку приготовь нам. Да, хорошо. Следственный эксперимент когда? Завтра. Времени мало. Придется напрячься. Слушай, у тебя оружие-то есть. Зачем? Ну, возьми, боевой. Катю Игорю на день рождения подарить. Он такие штуки любит. Мало ли. Слушай, спрячься. Мы же никого стрелять не будем. Как знаешь. Нет. Я пошел. Давайте быстрее выгружаем. Не мая месяц. Все, страшно. Дом за мной. Дом за мной. Наручники снимите. Ну, рассказывайте. Мы... Мы с Игорем Леонидовичем Щукиным вошли бы в эту спальню. Я стала показывать план расстановки мебели. Сюда действительно можно с улицы залезть. А потом он меня схватил, и я два раза его ударила колено. Елена Александровна, чего вы замолчали? Рассказывайте. Понял. Давай-давай-давай, пошел. Боря, это ты. Да нет, Боря, это я. Чуть все не испортила, дурочка. Давай, шустрей. КОНЕЦ 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 Да. Танюшенька, спасибо. Держи, дедуля. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно с вами поговорить? В смысле? У вас что, жалобы, что ли? Нет, ну что вы, я журналист, я пишу статью о финансовых махинациях, и я ищу пострадавших. Вот у меня есть письмо от одного обманутого вкладчика, и адрес указан неверно, а штемпель вашего отделения. Посмотрите, пожалуйста. Ленка, Ленка. Боже, Боря. Как ты? Хорошо. Все хорошо. Все будет хорошо. Тихо, сиди, машину заводи, Лена. На заднее сиденье и вниз ложись, чтобы никто не видел. Что происходит? Тихо, тихо, тихо. Пошли, 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 тихо. Что происходит? Давай, прыгай. Ваня, давай скорей. Вань, давай скорей. Ваня, давай скорей. Вась, к тебе тут, говорит журналистка. Здравствуйте. И вам не хворать. Че надо? Скажите, пожалуйста, это выписали? Ну, я. Вспомнили. Я давно уже плюнул на все это и забыл. Забыл, понятно? А, недавно, вдове Щукина, не вы угрожали? Или тоже забыли? Помер, что ли, тот Щукин? Да, его убили. А его жене, Наталье, кто-то угрожает и требует вернуть все ваши письма. Убили, значит, гада. Нашелся добрый человек. Ну, порадовали. Ну, порадовали. Значит, это не вы его убили? Я-то мог бы и убил бы. Ты че несешь-то? Да ладно тебе. Тут даже подкатывал один. Ну, издалека так начал. Понятное дело, прощупывал. Не хотел ли я, дескать, посчитаться с этим Щукиным? Моими руками хотел все делиться с требованием. А вы, значит, отказались? Да он сам разговор свернул, когда меня получше разглядел. В смысле? Да в таком. Два года назад с крыши упал. Теперь ноги не ходят. А вы, случайно, не запомнили того человека? Кто это был? Имени он не сказал, но он из той же конторы, что из Щукин. Ладно, у меня даже фотография его есть. Наташ, принеси ту газетку. Ту самую. Сейчас. Угу. Вот она. Ну, вот так вот. Подожди, Боря, а что, здесь я одна буду? Может, ты останешься? Нет, нет, Ваня останется. А я в город, мне жаль, тебе нужно обеспечить. Ясно. Давай, топи. Ваня, тебя проверять не будут, разве? Конечно, будут. Ну, меня Анютку прикроют. Ну, ладно, я помчал. Ясно. Давай. Я надолго. Все, грейся давай. Причем. До завтра. Давай, давай. Да. Алло, Ваня, привет. Ваня, все оказалось очень просто. Я, кажется, нашла заказчика. Что нашла? Подожди, давай встретимся у Горохова. Угу. Я все расскажу. Хорошо, сейчас приеду. Ваня, ты куда? Ладно. Подожди, я с тобой поеду. Нет. Ваня, не оставляй меня здесь одну. Угу. Нет. Угу. Ваня, ваня, ваня. 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 КОНЕЦ Привет. Привет. Ничего накопала? Гурухова, пойдем, чтобы дважды мне рассказать. Здрасьте. Здрасьте, здрасьте. Что еще накопала? Что в заладине накопала, накопала? Я что, шахтер? Я, можно сказать, следователь. Вот, смотрите. Это брат жены Щукина. Это он приезжал к Ломакину, чтобы нанять его для убийства Щукина. Какой еще Ломакин? Да что ж вы ничего не помните? Тот, кто писал письма с угрозами. А, да. И жена Щукина сказала, что Ломакин назначил ей встречу в гостинице, чтобы забрать эти письма. Но он этого сделать не мог. В общем, не мог-то? Ну что, без руки, что ли? Ну, почти. Он инвалид, у него после травмы отнялись ноги. Так что надо ехать арестовывать этого Юру и эту безутешную вдову. Рядно. Шестра ты, матушка. На начале надо показания этого Ломакина проверить. И потом. Все работяги говорили, что никого посторонних на объекте не было. Хотя, я думаю, стоит показать это фото бригадиру. Ну, поедем и покажем. А заодно спросим, почему он на Ленку ложные показания делал. Я с вами. Не-не-не. У меня для тебя спецзадание. Идем. Я внизу жду. Что за задание? Сейчас увидишь. Вань, ну что за задание? Скажи мне. Если это какой-нибудь отвлекающий маневр, то я так не играю. Ленка! Все-все-все, тихо. Не шуми. Не шуми. Все. Дай телефон. Телефон. Супертелефон свой дайте. Вы что, этот побег устроили? Вы мне ничего не сказали? Смотри, я тебе сейчас адрес увезу. Куда ты ее перевезешь? Заднюю дверь открывай. Давай. Садись в машину, давай. Так, так, так. Вот таково, вот таково! Маша, кто там? К тебе. Саша, Даша, пойдемте на кухню. Пойдемте чай пить. Пойдемте, пойдемте. Так, вот чего? Да погоди, погоди. Не нервничай ты. Только вопрос зададим и все. Ладно? Садись. Давай идемте. Тихо, тихо, тихо. Смотри. Может знаешь этого человека или видел? Нет, не видел. Внимательнее посмотри. Не видел, говорю. Не видел, значит. А то, что из-за твоих показаний невинного человека посадят. Нормально? Денег дали? Денег взял уже? Да они меня с детьми убить грозились. Что нам было делать? Молчи ты, ну. Да вы не бойтесь. Мы их поймаем, обещаю. Вы нам просто скажите, кто это и где вы его видели. Без протокола. Это водитель грузовика. Он в тот день стройматериалы привез. Так, а почему в показаниях о нем ни слова? Да про него никто не вспомнил тогда. Мы же бригадой работаем. Вот друг про друга вспоминали. Кто да что да где. Я бы и сейчас про него не вспомнил, если бы фотографии не показали. А угрожал кто? Не знаю. Уголовник какой-то. Его ко мне в камеру посадили. Пьяным прикидывался. Отлично. Значит фамилия должна быть в протоколе. Ладно, не переживайте. Поехали. Заходи. Да. Да, вот. Здесь комната одна есть. Слушай, холодно здесь. Ну да, сейчас пойду натоплю в другой комнате и нам будет тепло. Садись. Давай. Давай, давай. Что-то у вас тут много. Пока. Аппарат вызываемого абонента не кричит или находится вне задней части сети. Время. Ко мне? Ко вам, Николай Петрович. По делу Макеевой. И не говорите, что я не ее адвокат. А вы в курсе, что я ушла в побег? Нет. Но сейчас это не имеет значения. У меня есть несколько новых важных фактов по этому делу. Хорошо, заходите, послушаем. Тихо, чтоб понятно. Тихо. 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 Безлим. Деда, давай! Слева! Слева! Слева, деда, давай! Думайте! Что это было? Я не знаю, он его представляет, что мы пришли туда, он начал на нас... Так, тихо, обе, тихо! Они с тебя начнём. Мы пришли, он уже там был. Откуда он мог знать? Это он, Ваня, смотри! На, в лобби, быстро! Вниз! Машину, быстро! Слежись дежурно! Пусть крылья остается! Бегом из машины! Аня, бежим, бежим! Аня! Аня! Аня, иди сюда! Стой! Стой! Иди сюда! Сюда, стой, стой! Помогите! Стоять! Стоять! Не двигаться! Руки! Не трогайте совет! Стреляю! Допустим, этот Юрьев был исполнительным по убийству. Фот налицо. Он сам для себя старался? Или был вообще заказчик? Мне кажется, что без вариантов. Сестра, жена Щукина. Во-первых, она нас по ложному следу направила. Во-вторых, она теперь прямая наследница. Из брачный контракта можно было оспорить. Вот смотрите, ситуация получается какая-то. В трёх километрах от... Мы стояли. Степанов, это Архипов, здорово. Высылай группу захвата на квартиру к Щукиной. Что делать будем? Что-что? Стучать! Может, действительно дома нет? Или дверь будем ломать? Тихо. Там кто-то есть. Откройте, полиция! Она меня убила. Быстро! Быстро! Входим! Жена Щукина на кухне. Похоже, мертва. О, господи, опять! Ваня, это невыносимо! Машина опять не заводится. Её надо в сервис отогнать. Ну, сколько можно? Ты подъедешь? Хорошо, давай, жду. Хорошо, давай, жду. Ничего себе! Привет! Привет! А ты что, машину новую купил? Это Борис, перегнать просил. Садись. Анютка возвращается. Она её покатает на представительском классе. Господи, он ведь даже предложение не сделал. Кто, Боря? Ну, да, мне тоже об этом говорят. Знаешь, где я видела этот брелок? Да ладно, ты серьёзно? Это что, Боря тоже там был? Ну, я не знаю, ну и цвет, и марка машины. А эти брелки, они очень распространённые. Я не знаю, я такую-такую Борю видел. Плюс! У меня отобрали телефон, на который я делала снимки. Я же запросто могла узнать, чья это машина. Там же номер было видно. Надо ехать к Борису. Так, всё. Даже не думай об этом. Ты никуда не поедешь. Ты никуда не поедешь. Поеду я один. Здорово. Здорово. Заходи. Спасибо. Оленка как раз к коньке поехала. Да, я в курсе. Я поговорить. Давай, давай, заходи. Кофе, чай? Да, не, ничего не надо. Сам понимаешь, давно не виделись. Ну да. Присаживайся. Спасибо. Ну? Знаешь, я думаю, что это ты. Это твоя идея, Щукина убить. Что? Аня, твою машину узнал. Это ты в гостинице с Натальей встречался. Только ты знал, где Лену прячут. И смерть Щукина была наиболее выгодной для тебя. Ваня, ты что здесь несешь? Значит, смотри, есть два варианта. Первый, я иду к следователю. Второй, я записываю нашу беседу на диктофон. Это будет гарантией того, что ты исчезнешь из нашей жизни раз и навсегда. Потому что мы с Анной очень не хотим, чтобы Лена вышла замуж за убийцу. Тебе понятно? Договорились? Вот так. Хорошо. Отлично. Ты спал с женой Щукиной? Да. Она не ушла от мужа из-за брачного контракта? Да. Решили было убрать, Игорь. А Наташа я бросил и закрутил с Ленкой. Ну, чтобы типа у меня мотива не было. Ясно. То есть вы с Натальей договорились и еще братца подключили? Нет. Наташа ничего не знала. Юрку я сам подключил. Потому что знал, что он ненавидит Щукина. Но его главным условием было, чтобы на Наташу не пало никакое подозрение. Ясно. И вы решили Ломатину подговорить. А? Ну, только он оказался не боец, так ты понимаешь. Юрка поехал на стройку. Когда там было много народа, Аленочка сама очень удачно подставилась. И вы решили все на Аленочку свалить. Понятно. Что, в гостинице идем? С Наташей приехал мириться. А твоя... Зачем туда приперлась? Алло, ты мне сразу нужен. Это ты придумал? Вся эта история с письмами, с угрозами? Да нет. Это она сама дура. Со мной даже не посоветовалась. Ломатин же вас на Юру выявил, так? Зачем согласился Леночке побег устроить? Чтобы убить ее? А Наталья? Ее за что убил? Послушай, а что мне еще оставалось делать? Что? После смерти Юры все подозрение падало на Наташу. Она начала обнести чушь. Следователь стал бы проверять, что я должен был делать? Что-то случилось? Ты сказал мне, надо быть осторожней. Боря. Ты одна? Да. Боря. 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 У тебя сутки. Стоять! Взвести не забыл? Ваня, спокойно. Борежа! Оружие на пол, лопа! Как мне надоел ваш самодеятельный коллектив. Ты думаешь, я не замечал все эти недостыковки? И подельник Юрия, Кириллов изначально знал, кто за этим стоит. А что же вы его сразу не арестовали? А может, и улики косвенные. Поэтому я оставил квартиру и все телефоны на прослушку. Ну, конечно, если бы так лихо, вы бы его не разговорили. Нам пришлось подождать. Ну, значит, есть повод сказать нам спасибо? Пошел. Спасибо большое. И прошу вас, до свидания. Не мешайте работать. Пожалуйста, идите. Я вас потом вызову. Прошу вас, я вас потом вызову. Для дачи показаний. Ты знал? Что? Знал. Ну, да. Знал. А деньги откуда? Ну, заначка была. Еще Ленка помогла. А почему так много вопросов? Ты у меня врач или следователь? Ну, а вдруг следователь? Это теперь мое призвание. Не-не-не, я это не переживаю. А что, тебе не нравится? Мне все нравится. Особо мне нравится способ, кто может заставить тебя молчать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok